А мы продолжаем знакомить мурманчан с героями Великой Отечественной войны. В семье Егоровых чтят память о своем отце и дедушке Иване Пантелеевиче. Он прошел путь от Берлина, кавалер Ордена Отечественной войны. Юлия Копанева познакомилась с семьей героя. Как можете описать его, какими словами? Первое – это мужество. Второе – золотые руки. И вы знаете, у него память была на события. Родители Татьяны Солодовой, Мария и Иван познакомились в городе Херсон и в марте 1941 года поженились. Но их семейное счастье продлилось недолго. Иван Пантелеевич был призван на фронт, а Мария Петровна работает в госпиталь. Еще в начале войны мужчина был сержантом, а к 1943 году он стал старшим лейтенантом. В 1944 году, ехав с донесением в штаб на мотоцикле, Иван Пантелеевич подорвался на мине. Санитары нашли его бездыханное тело и, решив, что он мертв, отнесли в мертвецкую. Однако молодой человек остался жив и после продолжительного лечения вернулся в строй. От Кавказа он дошел до Берлина, где и отметил День Победы. Вы знаете, он рассказывал уже, наверное, конец войны. Было очень трудно. Это он с нами делился, рассказывал, наверное, когда мы собирались, семья полностью. И он говорил, где тебе? Главное, чтобы не было войны. Иван Пантелеевич Егоров был награжден Орденом Отечественной войны, медалью за оборону Кавказа, за оборону Сталинграда, за взятие Берлина и за отвагу. Умер герой в 1976 году. Сказались ранения, контузия, голод и страдания, которые выпали на его долю. Я за то, чтобы, конечно, в каждой семье была память. И чтобы ее сохранять. Я за это. Татьяна Ивановна хотела бы лично принять участие в акции «Бессмертный полк» и пронести портрет отца. Но по состоянию здоровья она вынуждена остаться дома. На помощь ей пришли волонтеры, в руках которых будет табличка с фотографией Ивана Егорова. Я спросила, есть ли такое у нас в Мурманске, потому что от общественной жизни уже отошел. Больше пенсионами занимаешься и так далее. И вот так сказали мне, что будут решат. По словам ветеранов, День Победы будет великим праздником, пока в наших сердцах будет жить память о людях, которые ценой своей жизни и здоровья отстояли мир. Ведь люди, не знающие прошлого, не имеют будущего.